Всем привет, друзья! Трансферные новости постепенно начинают просто-таки разрывать футбольный сегмент интернета, и, как обычно, я подбираю самые интересные из них для того, чтобы с вами обсудить. Жозе Мауриньо никак не может забыть своих бывших жертв. Вестхэм обычно не очень удачно заигрывает за себя бразильцев, но они хотят сделать еще одну попытку, а Лоренцо Инсинье сваливает. Но перед началом обзора я хотел бы напомнить вам о том, что на сайте генерального партнера моего канала, компании MarathonBet, продолжается новогодний розыгрыш. И, как обычно, условия участия простые, а призы при этом очень крутые. Подробнее о том, как сделать себе подарок на новогодние праздники, вы сможете узнать, перейдя по ссылке в закрепленном комментарии. Удачи! Итак, Рома может, или, по крайней мере, хочет попытаться взять себе в аренду, вроде бы, как говорят, Ндомбеле из Тоттенхэма, а может быть и полноценно его выкупить. Но дело здесь не в этом, дело не в самой структуре сделки. Дело в том, что Ндомбеле это же тот самый футболист, с которым уже Зе Мауриньо первым возник конфликт в Тоттенхэме. И тогда уже пошли первые вопросы на пресс-конференциях и так далее, что вот, вы уже себе выбрали первую жертву. Или это уже история из прошлого, и все замяли, но просто очень странно. Тут же сразу всплывает вот эта история с Мхитаряном, который, как только узнал, что Мауриньо возглавит Рому, сразу попытался оттуда свалить, но как бы они сразу быстро тоже все устаканили. Не-не-не-не, в этой команде все будет по-другому, но по факту Мхитарян по-прежнему хочет покинуть Рому. Поэтому в связи вот с этими двумя историями хочется сказать, что вы как бы объясните Жозе, что в свои новые команды не обязательно брать футболистов из своих старых команд, есть еще и куча других возможностей. Вратарь Барселоны Нету, который приехал сюда, изначально понимая, что будет просто сидеть за спиной Терштегена, приняв этот пост у Силисона, подумал, что как бы, ну, уже насиделся, попросил его отпустить. Ну, знаете, это раньше второй вратарь Барселоны был человеком с медалями, с титулами, да, он не играл, но при этом как бы его команда выигрывала какие-то трофеи, и он получал тоже свои награды, и мог уже наблюдать в Википедии, как пишется, а вот там обладатель суперкубка, обладатель кубка и так далее. Ну, а сейчас второй вратарь Барселоны, это просто второй вратарь. И вот с предложением на Нету вышел Фламенго, который является одним из сильнейших клубов Бразилии, не стал чемпионом в этом сезоне только лишь потому, что Атлетика Минейро завалил все деньгами, то есть решил просто собрать быстро банду из дорогих опытных футболистов, больше из опытных, чем из дорогих, но как бы им надо зарплату хорошую предложить, и он собрал эту банду, которая обыграла на дистанции Фламенго с таким же тоже опытным и хорошим составом, и вот Нету хочет уехать в Фламенго. Я не думаю, что второго вратаря будут держать в Барселоне, я думаю, что его отпустят. Тут просто встает другой вопрос, а кто же тогда будет вторым в Барселоне, потому что молодого ставить второго, ну, все-таки как-то опасно, потому что мало ли что может произойти, а Онана, Онана уехал в Винтер. Продолжая тему Фламенго, вы уже читали в моем телеграм-канале, что Вестхэм предложил Фламенго 18 миллионов за Габриэля Барбосу, но с рассрочкой на 3 года. Правда, потом другие источники дали другую информацию, что Вестхэм предлагает 30 миллионов за Габриэля Барбосу с рассрочкой всего лишь на 18 месяцев. То есть, как бы, 18-ки и тройки меняются местами, но суть не в этом. Суть в том, что Фламенго и так, и так вроде бы как не хочет отпускать Барбосу, потому что никаких рассрочек, они не собираются вообще вот это вот все. Давайте сразу нам кучу денег в один момент, а не вот это будем по чуть-чуть смотреть, как нам каждый месяц там прилетает по полтора миллиона. Как бы оно вроде бы и хорошо, но по сути ты не чувствуешь вот этой большой продажи. Но даже суть не в этом. Габи Гол, конечно, хочет разговаривать с руководством Фламенго, чтобы они его отпустили в Вестхэм, пусть с рассрочкой, не с рассрочкой. В общем, процесс пошел, чем он закончится, неизвестно. Главное, что процесс пошел. То есть, сам Барбоса хочет играть в АПЛ, Вестхэм хочет купить себе Габи Гола, но он уже однажды приезжал в Европу. Ничего же не получилось. И вы знаете, вот сейчас, смотря за ним в Южной Америке, да, я смотрю далеко не каждый тур бразильской серии А, но при этом я смотрел много матчей Копа Либертадорес, и даже в финале, даже в финале Габи Гол, прекрасно осознавая свою силу, свои возможности, а он действительно очень сильный бомбардир, но даже в финале Копа Либертадорес он не пашет. Да, он там включился, забил гол, но в остальном, знаете, очень много пауз он берет за матч. Ну, очень много пауз. И в Англии за подобный темп игры пресса уничтожат за два матча. Два-три вот таких вот матча, и все скажут, вы что купили пешехода? Да, он там что-то где-то забил, но это Англия, это интенсивность. Даже в Южной Америке этой интенсивности незаметно вообще на Габи Голе. Просто я так понимаю, он у себя в голове все равно продолжает держать мысль, что он должен доказать футбольному миру в топовом чемпионате, что он способен играть в топовый футбол, но пока это всего лишь в его мечтах. Потому что на деле он это не показывает. Очень хорошую сделку провернула Венеция, которая, возможно, первый и последний раз вообще попадает в обзоры наши в этом сезоне. Но я бы хотел отметить их работу, потому что они купили себе игрока Баварии. Ну, как бы понятно, что они купили себе Кюзанса, который засветился в свое время в основе Баварии. Поиграл там немного, но, конечно же, конкуренцию проиграл. Он там засветился, когда у большинства был то ли коронавирус, то ли травмы, и он там поиграл немного. Выглядел, ну, как бы обычным футболистом, ничего не портил, но как бы и звезд с неба не хватало, но засветился. И я не знаю, почему он сейчас выбирает себе Венецию, как бы команду из низов топового чемпионата, пусть и топового, но все-таки из низов. Но, возможно, о нем многие забыли. Возможно, многие, кто не забыли, предлагали, конечно же, что? Предлагали аренду. А Венеция, исходя из того, что это пусть и скромный клуб, но они понимают, что надо предложить контракт. И Венец это был, наверное, чуть ли не лучший клуб из тех, кто предлагал конкретный контракт уже этому игроку. И, следовательно, как мне кажется, для них, ну, как для них, это хороший футболист, вообще отличный. И они сделали правильно, в каком плане, что да, можно предложить аренду. Но, когда к тебе приезжает арендованный футболистом из какого-то большого клуба, то, по большому счету, ему важен только опыт игры в топ-чемпионате. Ему не важны результаты твоей команды. Ну, так, глобально. Вот когда уже игрок на контракте, ну, я не думаю, что он хочет вылетать в серию Б, да? Поэтому Венеция сделала очень правильный ход. Помните, когда Кулусевский переходил в Ювентус? Я здесь на канале говорил о том, что он так уверенно раздает интервью. Ну, как будто он собирается становиться, ну, такой звездой Ювентуса, там, чуть ли не одним из главных. Но он слишком молод был для этого. Ну, как-то слишком все рано происходило. И вот, собственно, время идет и идет, и ничего так и не происходит. Он то играет, то не играет, то что-то забивает, то не забивает. Поэтому уже никто в него особо и не верит, как в того человека, который потащит Ювентус вперед в будущем. То есть на него ставка не делается. И на этом фоне Севилья, который понимает, что футболиста там сильный, но его чуть рано выдернули. И при этом его надо вот вернуть на тот уровень уверенности, который у него был. И Севилья, конечно же, которая просто, ну, мастера на подобные сделки, они предложили Ювентусу аренду Кулусевски с обязательным правом выкупа. И, конечно же, ценных футболистов, топовые клубы в такие сделки не впихивают. То есть, как бы, нет, 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 вы давайте либо там покупаете, либо что. Но Ювентус назвал цену. Они сказали, окей, 35 миллионов. И теперь слово за Севильей. То есть, возможно, Мончи скажет, да, нет, нет, ребята, как-то что-то слишком дорого. Он попытается сбить цену, возможно, не получится сбить цену. И тогда он скажет, ну, извините, ну, это для нас дороговато, поэтому мы откажемся от Кулусевски. Но факт остается фактом. Ювентус назвал цену. А значит, на Кулусевске они, по большому счету, уже не особо-то и рассчитывают. А с такой помпой покупали. Ну и новость, которая вчера просто взорвала Италию. Лоренцо Инсинио в свои 30 лет все-таки решается уйти из Наполи. И летом будет переходить свободным агентом в клуб МЛС Торонто. Первая реакция, которая была вызвана этой новостью у болельщиков, это, конечно же, ну, хейт. Потому что переходить в МЛС, когда тебе 30 лет, и ты еще способен играть в топовых чемпионатах, это, конечно, зашквар. Потому что, ну, понятно, все, он работать не хочет, бегать не хочет, особо напрягаться не хочет. Хочет только что? Зарабатывать деньги. Ну, давайте будем откровенны. Это же мечта каждого из нас. Зарабатывать деньги особо не напрягаясь. Поэтому, ну, по большому счету, ему надо завидовать, а не хейтить. Он ведь уходит в МЛС не в 25 лет. И не в 28 даже. Он уходит в 30. Да, можно было еще пару лет поиграть в топ-чемпионатах, вопросов нет. Но он отдал Наполе все, что мог. Он пробыл здесь очень много лет. Он наставил тут все, что мог как футболист. Ну, да, еще пара сезонов. Особо, на самом деле, роли-то здесь и не сыграют. Ну, может быть, там Наполе поборется за чемпионство, но, ну, а может быть и нет. Может быть, Инсиния понимает, что нет. Как бы его поколение, ведь он еще представитель той команды с Гамшиком, вот он уже тогда, как бы считается, вот его поколение так и не смогло выиграть чемпионат. Если все-таки Наполе станет чемпионом, то это все-таки уже будут вот эти вот люди. Зелинский, Труиз, ну, Кулебали до сих пор. Ну, вот это вот. А вот эти вот все, Калихон, да, который уже ушел из Наполи, Инсиния, вот они так и не смогли это сделать. Но это философский разговор, дело не в этом. Дело в том, что он в Неаполе пробыл очень много лет. Жить в Неаполе, ну, так себе удовольствие, учитывая, что это один из самых заваленных мусором городов Европы. Вот в Афинах мне еще точно так же не понравилось. Вот Афины, Неаполь, чего так много мусора? Очень старый стадион, несовременный. Игроков Наполи постоянно грабят. Потому что город, ну, так скажем, пропитан немножечко криминальными элементами. Юг Италии, ребята, мафия. Президент твоего клуба. Очень экстравагантная и специфическая фигура. То, что он пробыл в Наполи столько лет, это уже подвиг. Другое дело, что его могли, конечно же, забрать многие клубы из топ-чемпионатов. И даже многие серьезные клубы с большими задачами. А он уходит в МЛС. И при этом у Инсинья нет же какой-то страшной истории травм. У него была последняя серьезная травма 7 лет назад. Да, там были кресты. Там было на полгода. Но 7 лет назад. После этого как бы все спокойно. То есть он хочет просто другой жизни. Он посмотрел, как Джовинко уезжал из Италии в МЛС. Кстати, в тот же самый Торонто. Что сразу проводит параллели. Да, низкий итальянец опять к нам приезжает. Он посмотрел, что в Италии Джовинко был просто Джовинко. А в МЛС это была звезда первой величины. Я не знаю характер Инсинья, но может быть он просто хочет больше внимания к себе. Потому что в Европе так много футбола, что ты находишься в фокусе внимания только во время своего матча. И то многие этот матч не смотрят. Потому что в это время что-то идет еще. Куча-куча крутых футболов. И немножечко славы может и не хватать. Ну, это если Инсинья это надо. То есть он получает другой уровень жизни. Он получает хороший контракт. И просто у меня знакомые живут в Торонто. Довольны вообще всем. Вот вообще всем. В Неаполе кошмар по сравнению с Торонто. На этом все. Ну, кроме, кстати, погоды. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам нравится. Комментируйте обязательно. Но самое главное вы знаете. Играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok